Или обрекаем его навсегда? Держись! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придётся пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Тихо. Открывай гермоворота. Я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно всё ломается. Придётся открывать вручную. Артём, пошибуши по ящикам. Вдруг найдёшь что полезное. Артём... Продолжение следует... 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 Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Черт, где же ты? Высокос! Нам их не остановить, Хантер! Продолжайте, Гнор! Продолжайте, Гнор! Продолжайте, Гнор! Итем, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружия. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, гомонолусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы покажем. Чертый напарик, внешний блокпост уничтожен! Нет, не возможно. Добраться. Добраться. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было не... Ой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашла? Все это, чего я клюю. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. Ну вот, этот мужчина, такой пазал, оборачивается ко мне и говорит, мы его скажем, и если не моя жена, это было так, как вы. Я был бы самым счастливым человеком на земле. Ой, что это? Что это? Петя! Петя, это ты! Вицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень везде. Петя, папа, смотри-ка, кто ты такой чистюля? Ты по-моему, не смотришь. На нашей станции состоится собрание. Ну я же просил тебя никого не отходи. Знаешь, как я за тебя волну. По договору, наша станция и пунктация совместа действует в вопросах того, что... Из хорошего автомата считай, нету солдата. Разорная надрезина. А богатка до школы идет в перечень. Ну ладно. Подари себе пистолет. Заставь себя уважать. Опять наш хаос. Давай, вставайся. Хочется, яная. Выбирайся. Как скажете? Я все поднял. Я все поднял. Ты что, Артем? Ты что, кто нас тут с ними руками затрялся? Мы вооружили, что у нас с этим новичком. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат Галибра 545. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет в криво, перегревается в две секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляется с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибай. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки. На всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь запробовать свой арсенал? Прошу, монтирую. Ну и просто постарайся. Первое время особо не расширяйся. Окей? Ну, все правильно сделали, подсоции. Можешь теперь... Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить и вернуть? Я вот никогда вас не не видел. О, привет. Ну че, как? Я не хочу. Ладно, сын. Ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артем, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровы. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван на Рижской и возвращайся домой поскорее. Берите себя. Все, готово. Теперь опускай. Артем! Сюда! Честь имею. Ну что, готов? Готов? Тогда двинули. Я счастлив, что границы Родины спокойны благодаря им. А я бы, если такую штуковину забрел. Точно досвихнулся и повесился. По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затагался. Да пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни. Удачи вдвойне. Ну, мужики. Поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку. Туда-сюда. Покупаю товар. Петро, наверное, повидал, а? Давай, давай, движи. Ну так. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А че так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станции у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему. И не понравилось мне. Совсем. Поосторожнее там. Ничего, мы на резине, наружены. Все будет хорошо. Проклятие. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот туннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас с Дарижской в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это с ними? Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой сыной... Б OFFICER Продолжение следует... Продолжение следует... Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Или вы все сдохи! Помоги мне, Артем! Возьми мой дробовик! Возьми мой дробовик! Артем! Патроны впереди! Наталья! Наталья! Мы почти у блокпоста! Вон он чуть левее! Что тут такое происходит? Добрались мне! Убитые! Убитые! Возьми! Возьми! Он жив! Быстрее сюда! Только не огнелёд! Прошу! Дайте ему шанс! Жгит! Поживяй! Сейчас мы его строим! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моём пути Рижская была только первой остановкой. Но далее... Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артёма, которому ни чудища, ни аномалии, ни почём. За Артёма!